Всем привет! Итак, сегодня куча посылок с Алиэкспресс для кухни. Больше это, конечно, всё женщинам здесь, но кое-что пригодится, я думаю, и мужчинам. Итак, упаковщик пакетов. Пакетов сейчас его опробуем. Работает тут от двух батарейчик. Батарейчик в комплекте нету пальчиковых. И магните, можно на холодильник или куда-где удобнее прицепить. Сейчас его опробуем в деле. Начнём вот с маленького, с тоненького пакетика. Сейчас попробуем, как он будет заплавлять. Ну, я, конечно, пробовал. Жмём, ждём, нажимаем, ждём пару секунд. Он больше, конечно, даже отрезает. Тонкие пакеты. Но заплавляет, в принципе, вот. Пригодится. Даже воду, наверное, выйдет. Сейчас вот потолще возьму. Это, или, или. Потолщий пакет. Конечно, одному не очень удобно ещё, если с камеры снимать. Наверное, надо было подольше подержать. Ну да, в принципе, тоже плотно хорошо держит. Также вот, если, может быть, такие, что сразу открытые уже, куда выезжать в походный вариант. Или на дачу запаковать назад. Потолще только надо помедленнее, наверное, вести, подольше держать. И всё. В принципе, то же самое. Вот, использованный пакет. В принципе, рабочая штучка. В хозяйстве пригодится. Набор керамических ножей. Брал всё на распродажах, недорого. В принципе, вот одним уже попользовались. Пользую, но до сих пор ещё, в принципе, острый. Кто в теме, тот понимает. В принципе, вот в таких же вот чехлах был. Ну и упаковка была, конечно, конкретная. Ну, так в камеру не покажешь. Само жало. Ну, в хозяйстве пригодится тоже. Смотрим, что ещё у нас дальше. Поворотный кран. Насадка на кран. Есть обзор у меня светящихся. Очень удобная. Взял ещё тоже вот ванну. Тот поставил. Дождиком. И поворотная. И переходничок на наши тоже резьбы. Если у кого не подойдёт, вместе с поведником заказываем. Удобная штука тоже. Пробочка на бутылочку. Для мужичков тоже пойдёт. Больше как барный вариант. Ну и пойдёт под масло, если даже женщинам, как дозатор, чтобы лишнего не наливать. Как раз для ленивых мужичкам что-то типа друшлака. Меньше мыть посуду. Наверное, как-то так. Одевается. И сливать. Макарушки. Как раз для ленивых. Мужичкам подойдёт тоже. Вот такая силиконовая байда ещё. Ассоциируется в Китае, как чистить чеснок. Кладётся туда и поворачивается. Ну не знаю, как это, конечно, всё получится. Чё чеснок чистить. Ну как прихватка она вот силиконовая. Вот если осталась металлическая, ещё вот такая посуда. Не так греется. Если ручку одеть спокойно и можно снимать без всяких там тряпок. Вот такая силиконовая подставочка. Можно использовать как подставку. И она вот здесь, в пупорышках ребристые, это чистить овощи. Как типа наждачки. И она мягенькая. И под горячее поставить. И если кругленькая пробочка, какая бывает, отвернуть. В принципе, тоже в хозяйстве пригодится. Так, две силиконовые ещё. Прихватки. Но это же не, конечно, эта рука поменьше. Не прогорит. Противень и таскать. Из духовки. О, померь. О, на твою руку как раз. Силиконовая такая-то лопаста, блин. Но это жена вот ругается как раз. Мало ли на сковороде чего помешать. Ложкой все сковороды с покрытием. Дешёвая, функциональная штука, наверное. Два таких резачка. Это бонус практически от продавца. С острым наконечником здесь. Это вот апельсины чистить. Типа... Для ленивых совсем. Вот, прорезает в принципе. И чтобы не попортить мякоть, походу. Так, и снять-то здесь вот через камеру я... Ну, в принципе, да. Вот у меня ногти нету плохие. Прорезает как раз до мякоти. Ну, чистить, конечно. Вон, апельсин залежал. И, наверное... Ну, прорезает. В принципе, понятно, чтобы не разрезать дальше апельсин. Ну, это баловство, конечно. Силиконовая какая-то кисточка дальше. Ну, это, наверное, что нам жена говорит? Маслом, яйцом, пироги, сковороды. С чем, что ещё-то там смазывать? Не знаешь? Силиконовая форма для выпечки. Ради прикола взял-то уже 100% мыло, что здесь написано. Чисто ради приколутся. Ещё вот силиконовая разборная форма. Можно собрать больше размер, меньше. Вот Женя пускай балуется. Тут в форме сердечко можно собрать. Наверное, вниз подкладывается там или фольга, или пекарская бумага на противень. И вот ставится. Ну, можно и той стороной, наверное, и этой. И любого размера. О, сердце не собрать. В другую сторону. Ну, как-то так, примерно, что-то, да. Выкладывается. Ну, надо, конечно, пробовать всё. Это ещё не распаковано тоже. Брал всё в кучу. Это чуть-чуть, как-то затрат было. Какой-то резак. Режется тесто. Раздвигается, в принципе. Ну, я картиночки, может быть, выложу. Ну, может быть, женщинам будет всё понятно. Резак на тесто, сетка. Получается на пироги. Там печенье. Ну, кто занимается кулинарией, те поймут. Ещё один какой-то для теста резак со сменными головками. Здесь вот прямой вставляется режеть. Тоже женщинам тесто какие-то профильные. Чебуреки или что там, пелемени. Вот ещё какой-то резак вставляется сюда. И, походу, вот так. Честно режется. Ещё какие-то резаки на штампы похожи. Здесь вот заострённые с одной стороны. Тоже всё тесто прижимается, продавливается по ходу, вынимается. И это, наверное, всё скручивается. Получаются розочки, цветочки разных размеров. Это торты, кексы тоже, наверное, тоже печь. Ну, это жена пускай разберётся. Это ещё какой-то простенький резачок. В кексах, походу, делать отверстия и заполнять там кремом. Потом в это ставится, вырезается и выдавливается по ходу. Потом заполняется, наверное, кремом. Так, кондитерский мешок. Силиконовый, многоразовый. Моется по ходу, значит. И вот с насадочками. Вот тут сколько насадок разных. Сколько тут? Штук шесть, наверное. Шесть штук. Это кремы выдавливать на торт. Вставляется сюда, закручивается и в мешок. Жена разберётся. Жены, женщины более сведущие в этих делах. И в мешочек как-то. Многоразовый. В хозяйстве тоже пригодится. Ну, вот, в принципе, такие простые, недорогие вещи с Алиэкспресс. Смотрите, другие товары с Алиэкспресс. Что прислано, покупаем экономно. В Китае можно ещё и сейчас это купить всё. Сэкономить. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всё интересное впереди.